На выставке коллектив Кадим Альмет презентовал новую песню из будущего альбома, который будет издан в следующем году. У песни есть своя уникальная история. Она о жизни женщины по имени Гаяр Джанай. Это реально персонаж, живший в начале 19 века в селе Ильтейнбута Альметевского района. Запомнилась она как предводительница разбойников. Вместе с сыновьями она грабила богатых купцов на проходящем рядом с селом трактом и отдавала добычу бедным. Эдакий Робин Гуд в юбке. К концу своей яркой и насыщенной событиями жизни Джанай покаялась и провела последние дни в молитвах, построенной для нее в часовне в лесу. Музыкальный альбом будет посвящен этапам ее жизни, событиям того времени, как в нашем регионе, так и в стране. Говорили об истории столетних этнографических экспедиций по Альметевскому району. Первая фольклорная экспедиция была в 1931 году при участии султана Габяши. Во время таких исследований специалисты находят разные материалы. Этот материал довольно уникальный, он не очень, скажем так, хорошо освещен в популярной литературе. И главная цель сегодняшнего мероприятия, мы хотим показать, что можно делать с этим материалом. Одно дело его собирать, изучать, системализировать, выпускать какие-то научные работы, а второе именно его популяризировать. Коллектив Кадим Альмет играет на древних инструментах. Они передают в творчестве дух времени, который многие позабыли. Этот инструмент называется калкубиз. Инструмент шаманов до исламского периода, до X века. Традиционно он делается из конского волоса. Именно конский волос дает вибрации, которые, как верили шаманы, благотворно влияют на человека. Замира Сапарова родом из города Туркменабада. Переехала в Альметевск 8 лет назад. Три года играет на древнем инструменте калкубизе в составе коллектива. Но если эти инструменты изначально были созданы для музыки, то этот ансамбль играет на еще более необычных инструментах. Ансамбль «Ахирятляр» из Новокаширова. Участвует в сельских, городских и республиканских концертах. Коллективу уже 7 лет. Их репертуар – татарские песни. Идеи по музыкальным инструментам берут из разных источников. Где увидят? В телевизоре, может быть, в интернете. Они приходят с идеями на репетиции. Уже мы там на репетиции все это пробуем, репетируем. И у нас неплохо получается. 19 декабря музыкальной выставке исполнилось три года. Всего на ней представлено более 700 экспонатов со всего мира. И число их постоянно пополняется. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев. Новости Юго-Востока.